Музыка Всем привет! Как это не печально, но август уже заканчивается и школа совсем близко. Вы наверняка уже запасаетесь красивой канцелярией. И сегодня я хочу вам предложить несколько идей по декорированию тетрадок. А чтобы не пропустить следующее Back to School видео, нажимайте на красную кнопочку и подписывайтесь на мой канал. Но сегодня вас ждут не только тетрадки, но еще и другая классная канцелярия, потому что это видео коллаборация. И я его снимаю с прекрасной Полиной, с канала Холи-Поли. Она тоже подготовила для вас кое-что интересненькое. Знакомьтесь! Всем привет! Меня зовут Полина, я с канала Холи-Поли. Сегодня мы вместе с Афинкой покажем вам очень крутые DIY к школе. Я покажу вам блокнот антистресс с кавайным котиком, доску для записи в виде единорога, как сделать флешку в виде печенья и вот такую крутую обложку для тетради. Мне очень нравится канал Полины. Он такой яркий и милый. Посмотрите, какую кавайную тетрадку она сделала. А точилка единорог вообще прелесть. Все DIY у нее получаются очень крутые и аккуратные. Пончик антистресс своими руками, DIY жидкие фрукты, кавайные игрушки сквиши. Все эти видео вы найдете на канале Холи-Поли. Этот канал просто находка позитивных и креативных видео. Ну а мы приступаем к нашим тетрадочкам. И первое мы сделаем классную тетрадку с летними воспоминаниями. Итак, нам понадобится, конечно же, тетрадь. Подойдет абсолютно любая. Также нам нужен красивый картон или бумага. Намазываем обложку клеем. Я использую Moment Crystal, хотя можно воспользоваться и обычным ПВА. И приклеиваем красивый картон, ну или бумагу. Отрезаем все лишнее и подравниваем под размеры обложки. Готово. Теперь берем шаблон фотоаппарата. Ссылочку на него я оставлю в описании. И переводим его на черный картон. Вырезаем. Картон может быть не обязательно черный. Это уже на ваше усмотрение. Вот такой фотик получился. Рисуем и вырезаем остальные детали. Склеиваем получившиеся детали фотоаппарата вместе. Я использую клей-карандаш. Есть! Еще нам понадобятся маленькие фотографии, которые будут напоминать вам о классных летних денечках. Чтобы сымитировать фотопленку, я взяла вот такие полоски с дырочками. Отрезала я их с тетради на спирали. Берем небольшой кусочек белого картона и приклеиваем полоску с дырочками по самому краю. Под этой полоской приклеиваем фотографии с небольшим отступом друг от друга. И под этими фотографиями приклеиваем вторую полоску с дырочками. Подрезаем лишнее. И немного оставляем пустого картона. Получилось очень похоже на фотопленку. Класс! Но еще нужно приклеить вот такую деталь. Потом вы поймете, зачем она нужна. И уголки картона тоже нужно потресать. Вернемся к фотоаппарату. Переворачиваем его на обратную сторону. И берем вот такой двухсторонний скотч на поролоне. Приклеиваем одну полоску сбоку. Кладем по центру нашу пленку. Изнаночной стороной вверх. И по обе стороны от пленки приклеиваем небольшие кусочки скотча. Снизу фотоаппарата тоже клеим полоску. Уберем пока пленку, чтобы не мешалось. И сверху фотика тоже клеим скотч. Отрываем защитный слой на всех кусочках. Как вы видите, я решила сделать два слоя скотча, чтобы фотоаппарат был выше от обложки. Вставляем нашу фотопленку и приклеиваем все это на обложку. Получилась вот такая прикольная появляющаяся из фотоаппарата пленка. На белую часть картона приклеиваем кусочек черного. Так аккуратнее смотрится вся композиция. По желанию можно украсить обложку всякими карточками, наклейками, да всем чем угодно. Вот такая классная тетрадь получилась. Наверняка каждому тяжело расставаться с летом. Так что возьмите самые яркие и теплые воспоминания и оформите их на обложке в вашей тетради. А еще таким образом можно оформить не только тетрадь, но и фотоальбом. Первую диайвайку мы уже сделали. Давайте теперь заглянем к Полине и посмотрим, как у нее продвигаются дела. Посмотрите, какая крутая доска для заметок в виде единорога у меня получилась. Давайте скорее посмотрим, как ее можно использовать. Следующая тетрадь будет с очаровательным единорогом. Я же знаю, как вы их любите. Берем любую тетрадь или блокнот. Измеряем длину и ширину обложки. Теперь берем красивый картон или бумагу. У меня это голографический картон. И отмеряем соответствующий размер обложки прямоугольник. Вырезаем его. Готово. Теперь его нужно приклеить. Наносим клей на обложку и приклеиваем картон. Все, новая обложка готова. Займемся единорогом. Берем шаблончик, ссылочка на него будет в описании. И переводим его на белый картон. Вырезаем. Не обязательно брать белый картон. Можно взять любой другой, светлый. Теперь рог единорога красим серебристой краской. Или золотистой, какая у вас есть. Вместо краски можно взять лак для ногтей. Сверху пересыпаем рог блестками, чтобы он был еще красивее. Лишни стряхиваем. Классно получилось. Теперь берем нитки мулине трех разных цветов. Снимаем этикетки и расправляем, чтобы получились длинные полоски. Вот такие. Переворачиваем нашего единорожка на обратную сторону. Наносим полоску горячего клея и приклеиваем нитки. Сверху на нитки приклеиваем кусочек картона, чтобы они хорошо держались. Приклеиваем единорожка к тетради. Приклеивайте ближе к верху обложки. А теперь заплетаем нашему единорогу косичку. Обычную трехпрятную косичку. Плетем до конца, пока не закончатся нитки. Закрепляем нашу косу на конце ниткой. Теперь сделаем косичку немного попышнее. Все как и с волосами. Немного растягиваем прядки и коса становится объемней. Подравниваем кончики. Красота какая! Теперь выкладываем косичку по тетради, как нам нравится. И приклеиваем ее горячим клеем к обложке. Красотка получилась! Но мне кажется, ей не хватает челочки и бантика. Вот так-то лучше! А еще косичку можно украсить какими-нибудь звездочками или бантиками. В общем, чем посчитаете нужным? Наша тетрадь готова! Какая же она милая получилась! Единоружек просто прелесть! Приступаем к следующей тетради. Она у нас будет в минималистичном стиле. Берем любую тетрадь. У меня она на спирали. Обклеивать обложку мы будем черным картоном. Но вот между спиралек я точно никак не обклею обложку. Поэтому я решила сначала закрасить эти промежутки черным маркером. Можно также воспользоваться черными красками. Вот так-то лучше! Теперь приклеиваем черный картон и получаем новую обложку для нашей тетради. Теперь нужно подумать, на какой предмет вам нужна эта тетрадь. И рассчитать количество и величину букв. Например, сделаем тетрадку по химии. Вырезаем буквы, чтобы получить шаблончики. Теперь по количеству букв возьмем разного цвета бумагу. Переводим на нее шаблоны. И вырежем из каждого цвета свою букву. Вот что у меня получилось! Измеряем ширину букв и на цветной бумаге отмеряем соответствующую полоску. Вырезаем. Вот такие полосочки у меня получились. Промазываем их клеем-карандашом. И приклеиваем на обложку. Хвостики заворачиваем вовнутрь. Внимательно клейте полоски, чтобы они по цветам шли в таком же порядке, как и буквы. Когда полоски приклеены, на кончике полосок приклеиваем буквы. Отступы от полосок делать не нужно. Буква должна немного заходить на полоску. Вот и все! Стильная тетрадка готова! Она мне очень нравится! Черный цвет делает ее такой классной. Вот с другим фоном она бы уже не так круто смотрелась. И последняя тетрадь тоже будет напоминать о лете. Вот никак я не хочу расставаться с летом. Берем любую тетрадь. У меня обычная тоненькая. И заклеиваем обложку. Сначала белым листом, а потом желтым. Я сделала двойной слой, потому что желтый лист просвечивался и был виден узор тетрадки. Если у вас нормальная бумага и ничего не просвечивает, можно сделать и один слой. Когда новый фон готов, приступаем к декору. Берем точно такого же размера лист. И с помощью циркуля по диагонали с одного угла в другой рисуем кружочки разной величины. Какой они будут величины, не важно. Как вам подскажет ваша фантазия? Тут нет четких правил. Теперь получившиеся круги нужно вырезать изнутри. Аккуратненько, маникюрными ножницами, чтобы не повредить весь лист. Вот такой трафарет получился. Теперь берем красивую картинку моря или еще чего-нибудь летнего. Переворачиваем ее на обратную сторону и обводим кружочки. Вырезаем получившиеся круги. Только теперь уже не изнутри, а просто, как обычно. Вот сколько кружочков получилось. Теперь их нужно разложить на обложке. Разложить их нужно в таком же порядке, как и вырезали. Поэтому советую при вырезании сразу же раскладывать круги. Теперь приклеиваем все кружочки к обложке. Я использую клей-карандаш. Но можно взять и любой другой клей. Вот и все. Это было очень легко и просто. Получилась интересная тетрадка. Как будто на фоне картинка с пляжем. А сверху наклеена желтая бумага. Кстати, так тоже можно было сделать. Даже проще, наверное, было бы. Но да ладно, тетрадка и так получилась классная. Вот мы и сделали все тетрадочки. А Полина уже тоже все закончила? Как вы думаете? Я закончила делать все DIY и больше всего мне понравился вот этот блокнотик антистресс. Если тебе интересно, как я его сделала, быстрее смотри мое видео и подписывайся на мой канал. Впереди очень много крутых DIY. Какие же классные штучки у нас получились. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик. Чтобы получать уведомления и первыми смотреть новые видео. А чтобы первыми узнавать тему будущих роликов, подписывайтесь на мой инстаграм. Там всегда самые свежие новости и классные фоточки. До встречи в следующем видео. Пока!